Чего ты мою морду снимаешь? Я уже тысячу раз все видел. Как побачить тысячу перших. Вот именно. Хватит. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в нашем селе, где находится дача, празднует Ивана Купала. Это такой праздник, который обычно, я знаю, празднуется только в селах. Но я не знаю, может и в городах празднуется. И мне кажется, его празднуют только в Украине. Но я не знаю, напишите, потому что я не понимаю. Я помню из детства, что на Ивана Купала в этот праздник все разжигали вечером костер и через него прыгали и пускали венки на озере. Из-за коронавируса празднование массовое отменили, костра не будет. Но ребята, которые проживают в этом селе, решили сделать плод на воду. Итак, празднование Ивана Купала в самом разгаре. И вот они хотят его припарковать возле нашего пирса, возле нашего мостика, потому что больше его парковать негде. И вот они плывут уже позади для того, чтобы его припарковать. Целый день на нем катали детей. Они с него там прыгали, веселились, купались. Я не знаю, что они планируют делать с ним дальше, но говорят, пускай постоит у вас. Можете покататься. Мотор заглух. А что тут фонарь делает? Это ночью фонарь сюда ветром принесло. Как его обратно? Да никак выбросить. Ну что, корреспондент? Черные новости. Новости, новости, новости. Газеты правда. Фонарь улетел. О. А, он там залетел. Я говорю, один тут вот залишился. Я один нашел, а третьего мы не нашли. Один висит, один он нашел и справился. А он уже наверху залетел. Вот. А третий я ж наверху оказался. Так, они все равно никудишние были, эти фонари. Хочешь покататься на плоту? Да и не хочешь. Во-первых, он не управляет. Там нужно палками отталкиваться. Припарковались. Из-за твоих веревок кончены. Я привязывал веревки, чтобы не упал зонт. Ну что ж, ребята оставили плот и уплыли обратно. Приги на мостик. Пошли к осмотрим. Синхронно. Ребята припарковались и уплыли. И сейчас мы пойдем посмотрим на плот. Синхронное плавание. Отмолотили. Да, и этот. Жорнова. Сейчас только проверим. Коты так смешно выглядывают, когда боятся. Там якорь даже видишь. Сюда и рыбу будешь ловить. Крыша из камыша. Якорь из такого вот камня. Наподобие того, что я перенес в душевую. Вот смотрите, какая конструкция. Он устойчивый. И весло деревянное. Да там десяток людей на нем вылетают. Я сейчас уплыву. Это бунгало, как на Мальдивах, Таня. Так что, прикольно. Островок. У тебя твой личный островок. Они даже тут для вешала крючки сделали. Ага. Ни хрена себе. Это плавучий пляж. Я поплыла. Круто. Он весло. Таня, тебе нужна эта ступа, как у Бабы Яги. Кот тоже хочет. Поплыли с тобой, Сирко, в путешествии. На Мальдивы. На Мальдивы поплывем, Сирко. Ему тут хорошо. И что, теперь у вас будет стоять? Ну, немножко постоит по времени. А куда дальше? Ну, не знаю. Временно. А ты сказал, я... Який навес робить? Он вчера эту нарезать и... Да, смотри. Какой навес? Только у нас по стилистике не подходите. На теплоходе музыка играет. Почти теплоход. Я одна стою на берегу. Поделок немного. Не могу. Не пашу. А ты не съешь? А я съешь? Не, не съешь. Я же, когда упаду, ты тут уже зря. Я уже сегодня упала с качели. Да? Да. Бачишь, ты не упала? Ха-ха! Коля, забирала. Видите, все. Пошел в селазик. Ой, как видишь? Я-ой-ой-ой. Ой, как видишь? Ах-а-ах-а-а-ой. Ой, о-о-о-о-о-о-о. У-а-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Весло тяжёлое. Всё, я отчаливаю. Собственный плавучий остров. Можно такой сделать из бутылок. Мне интересно, что там под низом. На чём оно плавает. Там камеры из-под колёс. Очень подвижный. Здесь ребята даже сделали крючки для одежды, для полотенец. Якорь. Лавочка. Хорошо иметь домик в деревне. Тут поступило предложение от Тани, что можно снять на этом плоту 24 часа выживания посреди озера. Поэтому, если наставите много лайков, то папа на своём канале сделает такой вызов. А чё ты за папу разбиваешься? Ну, потому что ты тут живёшь. Сам приедешь. Сам. И будешь дальше. Я хочу, чтобы папа сделал 24 часа на плоту. Ага. Будет круто. А я передачки буду плав ему передавать. А ты будешь на сапборде ему привозить еду. Ну, будет прикольно. Сними 24 часа на плоту. Поэтому ставьте лайк, если хотите, чтобы папа сделал 24 часа на этом плоту. Ага. Пускай папа говорит, сколько ему нужно дать лайков. У меня на канале. А потом у тебя будет на канале и просмотры, и лайки, если такое видео снимешь. Он на свой канал лает, я ей лайки. Ты мне, главное, скажи сумму, чтобы зрители знали, сколько им ставить. Я на такое не подписываю. Да? Что тут такого? Сутки провести на плоту, это же не сложно. Мама тебе будет привозить пауэрбэнки и батареи. Кстати же, на озере вайфай ловит. Поэтому будешь просто сидеть в этом вайфае на плоту. У тебя все условия будут. Планшет с собой возьмешь, да и сиди себе в интернете. Да, только папе что-то реализовывать надо. Ну, потому что будет прикольно. Таня придумает. Поэтому, друзья, если вы хотите увидеть это зрелище, как папа на плоту проводит целые сутки, пишите у папы на канале о том, чтобы он скорее снял такое видео. И, конечно же, ставьте лайк, кому понравилась идея. Я думаю, что мы вместе сможем переубедить папу все-таки снять это видео. Я не умею прям их трансляции сажать делать. А зачем тебе трансляции? Сможешь рыбу там половить. Все, что словишь, то съешь. Костер разбегаю и поджарю сразу. Да, так там все можно будет сделать. Субтитры создавал DimaTorzok